Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Мама Димы Дмитренко Людмила Григорьевна обижена на Ольгу Рапунцель. Девушка постоянно напоминает о том, что она не родная мама Димы, а его тетя. Ведущие пригласили женщину на проект, они обеспечат ей все условия. По мнению Ксении Бородиной, мама Димы интересная и адекватная тактичная женщина. И нужно ей сказать спасибо, что Диму не выгнали на улицу, а воспитали нормальным парнем и дали ему образование. На острове сразу две девушки Мэри Кулешова и Аида Бабаева ждут приезда Ромы Гриценко. Лиза Триандафелиди высказала резкое мнение об Аиде. Она сказала, что девушка безотказный вариант для Ромы, а у Мэри же есть характер. Бабаева ответила, что это как раз Лиза легкодоступная и девушки поругались. Никита Шеляков понял, что Рома, с которым он дружит на проекте, на самом деле ему не друг. Никита рассказывает, ведущие сказали, Рома, либо ты уступаешь место другу и он летит на Сейшелы, либо он идет домой. Он просто промолчал. Марина Африкантова и Рома Капаклы объявили себя парой. Как ни странно, но Рома очень нравится маме и папе Марины. Африкантова старшая сказала дочери, что надо брать его. Мы объявили себя парой, рассказывает Марина. Обещаем вам много-много совместных фоток. Лера Фрост плохо почувствовала себя, девушки вызывали на поляну скорую помощь. Но оказалось, что у Леры ничего серьезного, врачи просто выписали ей валерьянку. Фрост давно хотела подстричь челку, но она не смогла попасть к своему стилисту и поэтому сделала это самостоятельно, перед зеркалом. Валера Блюминкранц рассказала о том, что они вернутся-таки на проект после окончания конкурса «Любовь года». Это произойдет осенью. А Марина Тристановна опровергла слухи о своем уходе с проекта на голосование. Она заявила, что это был розыгрыш. «Никуда я не уходила, так что не покупайте шампанское раньше времени». Слухи, что Вика Романец и Антон Гусев помирились, нашли свое подтверждение. Многие люди видели парочку вместе. Никто из пары официально не заявлял о том, что они снова вместе. Накануне Вика делилась кадрами с показа, на котором она примерила роскошные наряды, украшенные золотом. В интервью журналистам Романец сказала, «Я не даю комментариев. Когда я захочу, я обязательно все расскажу. А снимки, которые распространяют в сети, так это не мы». Гусев тоже утверждает, что это не он. Кстати, вчера Гусеву исполнилось 28 лет. Он говорил, что не будет праздновать, а собирается провести этот день вдвоем с сыном Даниэлем. Стали известны расценки на интимные услуги Маргариты Керн. Но к этому ремеслу она относится исключительно как к хобби. Интимные расценки Маргариты – 20 тысяч рублей в час. Вика Боня поделилась снимком с отдыха в Италии вместе со своей мамой. «Мне везде хорошо», – пишет Боня, особенно, когда мы вместе с мамой. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.